Сегодня по территории всей Молдовы действует желтый уровень метеоопасности из-за резкого ухудшения погоды. Предупреждение объявлено еще вчера, 27 марта. Порывы северо-восточного ветра достигают 23 метров в секунду, что повлекло за собой материальный ущерб. В Камраде в результате непогоды пострадало несколько жилых домов и автомобилей, по сообщениям местных жителей. Шквалистый ветер частично сорвал крышу с многоэтажки, при этом повредив припаркованные рядом машины. На место выехали представители экстренных служб и оцепили пострадавший участок улицы. Городской комиссии по чрезвычайным ситуациям предстоит оценить ущерб. Кроме того, генинспекторат по чрезвычайным ситуациям сообщает, что сильный ветер повалил деревья в ряде населенных пунктов страны. Вмешательство спасателей потребовалось в Кантемирском районе. Там дерево упало поперек трассы и перекрыло движение. В Бельцах дерево упало на электропровода в одном из дворов. В Кишиневе спасателей вызвали на улицу 31 августа, где дерево повредило автомобиль. Похожая проблема была и на улице Александру Челбон. На Мунчашском шоссе также упало дерево, из-за чего движение было перекрыто. В столице последствия непогоды ликвидируют сотрудники зеленхоза. Рабочие уже вывезли ветки и деревья со столичных дорог. Кроме того, погода преподнесла еще один сюрприз. В соцсетях публикуют видео из Неспаренского района, где сегодня пошел снег. Для расчистки деревьев с целью разблокировки национальных трасс спасатели выехали в город Маловато Дубасарского района, в город Костешть Рыжканского района, в город Антонешть Кантемирского района, а также на трассу Р-34 Джужжулешты-Кагул. Кроме того, спасатели выехали на улицу Тельмиан номер 4 в районе Чедерлунга, где демонтировали крышу поврежденного ветром балкона, которая могла обрушиться на прохожих. По данным генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, до этого часа спасатели и пожарные предотвратили 22 опасные ситуации, возникшие из-за сильных порывов ветра. Во избежание чрезвычайных ситуаций сотрудники службы призывают не ходить под старыми деревьями и висящими электропроводами. В исключительных случаях просят звонить в службу 112.